МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Сегодня в выпуске. Сенатор Сергей Колбин посетил предпоказ фильма «Трижды рожденный». Документальную картину об истории родного города сняли севастопольские студенты и общественники. До 80 тонн продукции в месяц участник агропромышленного кластера Севастополя наращивает производство колбасных изделий. Для юных севастопольцев устроили соревнования по легкой атлетике в преддверии Дня народного единства. В Севастополе в честь столетия филиала ЦСКА прошло торжественное награждение ветеранов и сотрудников спортивного учреждения. Продукцию малых и средних предпринимателей нашего города будут выпускать под брендом «Сделано в Севастополе». Нововведение запланировано в рамках реализации региональной программы по продвижению товаров местных производителей. О мерах поддержки бизнеса рассказал первый заместитель главы профильного департамента Алексей Попов. В частности, предусмотрены такие мероприятия, как создание специального продукта, микрозайма и гарантии для местных производителей с пониженной процентной ставкой, содействие в сертификации товаров местных производителей, оказание услуг по регистрации товарного знака продвижения на маркетплейсах. Также отдельным мероприятием программы предполагается создание регионального бренда, сделанного в Севастополе с целью маркировки и продвижения продукции местных производителей, которые отвечают требованиям качества и безопасности. Планируется, что региональный бренд появится в 2024 году. В севастопольских больницах номер 4 и номер 9, обслуживающих сельские территории, появятся анализаторы гликированного гемоглобина. Это оборудование необходимо для своевременного выявления сахарного диабета. Его закупят в рамках реализации федерального проекта, сообщил глава Департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов. Предусмотрено приобретение оборудования для выявления сахарного диабета. А именно федерация выделяет 10 миллионов рублей без регионального софинансирования. Будем закупать 2 единицы оборудования. Проект «Борьба с сахарным диабетом» был разработан по поручению президента. Распоряжение о выделении регионам средств на его реализацию подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сегодня под наблюдением врачей в Севастополе находится 16 800 пациентов с диагнозом сахарный диабет. Севастопольские студенты и общественники сняли документальную картину «Трижды рожденной», посвященную истории нашего города. Идею удалось реализовать благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Помимо непосредственного создания картины, авторы проекта, активисты Центра социально-культурных инициатив «Вектор добра» запустили образовательный курс для студентов, посвященный документальному кино. Предпоказ фильма «Трижды рожденной» посетил сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. Севастополь – город достойный поклонения. Свою любовь к малой родине студенты местных вузов и общественники воплотили в фильме «Трижды рожденной». Картина рассказывает об истории города-героя, переломных моментах в его развитии. Предпоказ документальной картины посетил активный участник событий 2014 года, сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. По словам почетного гостя, снимать фильмы о родном Севастополе очень важно для молодого поколения с точки зрения понимания нашей истории. «Ребята не просто ее изучают, они пропускают ее через себя, они снимают фильмы, монтируют сюжеты, и я абсолютно уверен, что часть той истории, которую прошел наш славный город, остается у них в сердце, остается у них в душе». Документальный фильм «Трижды рожденный» появился благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Помимо создания картины, активисты Центра социально-культурных инициатив «Вектор добра» разработали специальный образовательный курс. «В рамках этого проекта мы обучаем молодежь созданию видеоконтента, мы обучаем их созданию документального кино, а цель всего этого – вовлечение с помощью видеоконтента ребят, молодежи в изучение истории города Севастополя и Черноморского флота». В рамках образовательной программы студенты посетили множество исторических мест Севастополя. Кроме того, для них разработали обучающие видеоуроки по сфере кинематографии. «У нас есть четыре видеоролика, которые рассказывают о том, как создать видеоконтент с помощью телефона, то есть совсем простой вариант, там степ-бай-степ. И есть еще уроки, видеоуроки по полчаса о создании документального кино. То есть это как бы расширение кругозора, такой вот ликбез по документальному кино для того, чтобы ребята, как бы у них воспитывался, в том числе и вкус». В проекте принимают участие 20 молодых людей. Результатом их работы станут пятиминутные видеосюжеты об истории родного города. Кто-то работает в команде, кто-то пробует единолично выпустить свой первый документальный фильм. «Нам были направлены восемь видеороликов, видеоуроков о том, как снимать документальные фильмы и как снимать их именно на телефон, потому что не у всех студентов есть возможность снимать на профессиональные камеры». «На самом деле, на удивление, видеоуроки оказались довольно-таки информативными и понятными. То есть, когда нам говорили, мы отправили восемь видеоуроков. Я думал, блин, восемь видеоуроков. Отправили, получил, начал смотреть, ничего себе. Думаю, вот пригодятся знания, полученные в этих видеоуроках, для того, чтобы мы сняли наше кино первое». Подведение итогов проекта, премьерный показ документальной картины «Трижды рожденный», а также выбор лучшего студенческого видеосюжета состоится в начале декабря этого года. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севен, Форумбюро. Двухтомная монография, посвященная истории градостроительства и архитектуры Севастополя, будет издана в 2024 году. На встрече с авторским коллективом проекта в Севастопольском государственном университете сообщили, что текстовая часть масштабного научного труда уже готова и скоро будет передана в издательство. Работа включает рассказ не только об известных архитектурных образцах и тенденциях, но и о нереализованных проектах, а также, возможно, станет копилкой идей для будущих градостроителей. Наша задача была, и мы ее реализовали, поднять все генеральные планы, подготовленные в нашем городе, за всю историю его существования, начиная с античных времен и заканчивая генпланом 2005 года. Очень богатый иллюстративный ряд, очень богатый, очень много планов и схем. То есть, соответственно, читатель сможет увидеть это все, не просто прочитать. Такого опыта еще, конечно, не было, потому что многие из этих схем находились в спецхране. Кроме Института развития города, к проекту подключились Севастопольский архив, сотрудники Музея обороны Севастополя и Херсонеса Таврического, а также специалисты из Москвы. Мы увидели преемственность, глубокую преемственность истории планирования именно города. Это очень сложная диалектика взаимоотношений между гражданскими властями города, которые планировали город, удобный для населения, которая постоянно увеличилась. И военно-стратегическими задачами, которые стояли перед городом. И они далеко не всегда совпадали. Авторы монографии видят компромисс в отказе от крайностей и позиционирования Севастополя как города, сочетающего несколько приоритетных сфер развития. Тем более, что многие новаторские идеи, как оказалось, имеют исторические предпосылки. «Хрустальный» сейчас мы развиваем его и можно сказать, вот как бы эта идея вдруг сейчас появилась. Нет, не сейчас. Она появилась полувека назад. Соответственно, «Хрустальный» должен был превратиться тоже в своего рода арт-кластер только того времени. Ну не арт, но вообще такой культурный кластер. Там должен был быть создан большой стадион и очень большой кинотеатр. Выходы печатного издания, монографии «История градостроительного развития и архитектуры Севастополя» ждут весной 2024 года. В мае этого года севастопольский производитель колбасных изделий компания «Влави» отметила 25-летие своей деятельности. На сегодняшний день предприятие предлагает широкую линейку продукции, начиная от классических видов колбасы до популярных у населения сарделек, сосисок и охотничьих колбасок. Ровно год назад производитель стал участником агропромышленного кластера «Севастополя». В колбасном цеху предприятия побывала съемочная группа нашего телеканала. Готовить колбасы из свинины или говядины – старая славянская традиция. Известно, что первый колбасный завод в России основан в 1709 году по указу Петра Великого. Севастопольский производитель «Влави» на протяжении четверти века следует традициям отрасли. Свой колбасный цех компания открыла в 1998 году и на сегодняшний день производит от 60 до 80 тонн продукции в месяц. Перед тем, как попасть на прилавок, каждый экземпляр проводит от двух недель до месяца в специальной камере. Это камера созревания для сырояриных колбас, которую мы приготовим. Климатическая камера, так сказать, в которой мы приготовим вот те колбасы, которые вы видите. Здесь 15 градусов, влажность 72%. Согласно данным Федеральной налоговой службы и Росстата, последние годы производитель демонстрирует уверенный рост выручки и прибыли. Штат предприятия составляет полсотни человек. У компании есть два фирменных магазина. Сотрудники гордятся своим продуктом, в том числе и потому, что для производства колбасы используется отечественное сырье. По сырью замещения, по большому счету, никогда не было. Ну, когда там, может, там возили свинину еще там с Мексики. Сейчас нет. Сейчас все мясо – это наше внутреннее. Но вот, единственное, специи, специи могут быть германскими. В ноябре прошлого года производитель стал участником агропромышленного кластера Севастополя. Это позволило компании бесплатно воспользоваться поддержкой, предоставляемой государством. В рамках кластера мы оказываем государственную поддержку на различных направлениях. Мы можем сертифицировать товары и услуги, оформить товарный знак. В частности, этой компании была осуществлена поддержка в рамках продвижения товаров, которые производят наши производители. И мы будем продолжать это делать для того, чтобы рекламировать и продвигать эту продукцию не только на рынках Крыма, но и на рынках Российской Федерации. Как рассказала директор Севастопольского центра «Мой бизнес» Наталья Борисова, в настоящее время в агропромышленный кластер нашего региона входит 42 компании. В этом году участники кластера бесплатно воспользовались услугами центра по продвижению предпринимательской деятельности почти на 3 миллиона рублей. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. 2 ноября на трассе Симферуполь-Бахчисарай-Севастополь произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека. О подробностях аварии сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Севастополю. По данным ведомства, в 15 часов 30 минут 47-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении грузовику «КамАЗ» под управлением 62-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо. Произошло столкновение от удара, передняя часть легковушки полностью разрушилась. В ее салоне также находились 24-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водители на марке и его пассажиры были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники правоохранительного ведомства выясняют все обстоятельства происшествия. По факту ДТП с пострадавшими и полицией производится проверка. Сотрудники регионального управления МЧС завершили очередной сезон работ в акватории бухты Гильзовой. Со дна Черного моря ежегодно поднимают тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В этот раз с конца мая по начало ноября специалисты обезвредили 6093 взрывоопасных предмета. Артснаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производств. Всего за весь период проведенных работ, это на протяжении трех лет, было поднято и уничтожено более 12 тысяч единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Всего также за период 2023 года было обследовано более трех гектар акватории дна бухты Гильзова. В целом водолазы специализированного отряда провели под водой около тысячи часов и совершили более 600 погружений. За этими цифрами, которые были обозначены, стоит кропотливая работа водолазов, которые вручную, метр за метром, обследовали дно и доставали эти боеприпасы. Соответственно, применялся и специализированный инструмент, и грунторазмывочное оборудование. Как правило, боеприпасы ликвидируют на спецполигоне. Однако транспортировать некоторые не представляется возможным. Так, найденные на дне гильзовой бухты три крупных артснаряда и три авиабомбы весом 50 и 100 килограммов уничтожили прямо в воде. Напомним, работы по очистке акватории Севастополя от старых боеприпасов МЧС ведет третий год подряд. Во время Великой Отечественной войны на южной оконечности Гераклейского полуострова шли особенно ожесточенные бои. За все время здесь удалось поднять и ликвидировать более 12 тысяч 400 опасных находок. В 2024 году водолазные работы планируют возобновить. Севастопольский Черноморец победил в перенесенном матче 18-го тура премьеры Лиги Крымского футбольного союза и сохранил шансы на бронзовые медали. 1 ноября в гости к флотской команде пожаловал один из прямых конкурентов Алустон Юбыкак. Исход встречи решил единственный гол, забитый под занавес с первого тайма. Его соорудили два брата. Сейран Гафаров прострелил, а Арсен точно пробил в ближнюю девятку. Тяжелая игра. У нас стоят переди важные задачи. Осталось две игры. И на сегодня свой план мы выполнили, мы выиграли. Хочу поздравить всех пацанов. Все били, все старались, все молодцы. Первый тайм очень понравился. Полный контроль. Достаточно много было голевых моментов. Во втором тайме немножко подстроились под игру Алустона. Сбились немножко на нее. Но опять же, хотелось бы что сказать, что мы сегодня выиграли. Гонка вся впереди. Эту победу омрачила красная карточка, которую незадолго до конца встречи получил защитник черноморца Никита Попов. Теперь он пропустит следующий матч, который 5 ноября севастопольцы вновь проведут с Алустоном Юбыка, но уже на выезде. 3 ноября на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоялись соревнования по легкой атлетике. Встречу провели в преддверии Дня народного единства. Участие в состязаниях приняли более 100 спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. По регламенту соревнования проходили в формате двоеборья – дисциплины, бег и прыжки. Спортсмены вышли на мокрые дорожки. Несколькими часами ранее в Севастополе прошел дождь, и покрытие не успело обсохнуть. Но самим атлетам лужи, кажется, никак не помешали. Мне это не мешает. Нормальная погода, не скользкая. Ну, не очень мешает. Если быстро ноги перебивать, то не замечаешь. Поскольку мы в шиповках, это не особо мешает, так как сцепление хорошее из-за шипов. В успешном забеге немаловажную роль играет старт. Кто-то из участников для толчка использует колодки, другим же они не нужны. Этот прибор называется колодки. Ну, это с низкого старта. Я плохо умею с них стартать, поэтому стою лучше. Ну, скорее с колодок, потому что это дает как некий толчок. Ну, правильнее, конечно, с колодок, потому что легче оттолкнуться. А с высокого старта, ну, неопытные только. В этот день спортсменам предстояло соревноваться в формате двоеборья. Бег на дистанцию 60 метров обязательны для всех участников. А вторую дисциплину каждый определял сам. Можно было выбрать между прыжками в высоту, прыжками в длину и бегом на дистанцию 200 метров. Выведение победителей будет выявляться по таблице очков. То есть все двоеборья, они равны и побеждает не тот, кто отдельно в каком-то двоеборье, а кто набрал максимальную сумму очков по таблице. У нас 8 возрастных категорий. Мы проводим обычно возрастные категории два возраста соревнуются вместе, а у нас мы проводим отдельно в каждом возрасте, ну, чтобы популяризировать нас вид и больше детей было награждено в данном празднике. В соревнованиях по легкой атлетике накануне Дня Народного Единства приняли участие 115 спортсменов. Королева спорта, она одна из самых, мы, наверное, только футболу можем проигрывать количеством, а больше мы вряд ли к какому виду спорта, потому что мы самые медалиемкий вид спорта вообще. На Олимпийских играх 45 олимпийских комплектов разыгрывается в легкой атлетике, нигде такого нет. Главный судья соревнований выразил надежду, что состязания по легкой атлетике в преддверии Дня Народного Единства станут ежегодными, и с каждым разом массовость участия в них будет только расти. Антон Шлячков, Дмитрий Лилека, Северный Форумбюро. Торжественное награждение ветеранов и сотрудников филиала ЦСКА в честь столетия образования клуба прошло в Севастополе. В нашем городе филиал Центрального спортивного клуба армии – правоприемник 44-го спортивного клуба Черноморского флота, воспитавшего чемпионов по водным видам спорта и тяжелой атлетике. Сегодня на площадках клуба занимаются военнослужащие спортивной роты и воспитанники спортивной школы ЦСКА. Председатель Совета ветеранов спорта ЦСКА в Севастополе Олег Терсков впервые пришел в клуб более полувека назад еще ребенком на занятия в бассейн. С тех пор с ЦСКА он не расставался, а с фуэлбокс и много лет в качестве тренера занимался физической подготовкой военнослужащих Черноморского флота. «Самая главная задача спортивных заведений Министерства обороны – это обеспечение физической готовности военнослужащих к выполнению боевой задачи. У нас были здесь и виды спорта, которые непосредственно были связаны с военно-морским флотом. Это подводное плавание, морское ногоборье, парусный вид спорта. Это самое главное, поэтому на это все замыкается». В систему ЦСКА Севастопольский клуб вошел в 2014 году. Сегодня плаванием и парусным спортом здесь занимаются более 200 юных спортсменов, готовых представлять город-герой на всероссийских и международных соревнованиях. «Сейчас, как никогда, спорт в нашей стране очень важен, поэтому ЦСКА поддерживает всячески и подрастающее поколение пополняет копилку чемпионов. Уже за это время у нас три мастера спорта, у нас уже больше 10 кандидатов мастера спорта по парусному спорту и по плаванию. Плюс у нас есть спортивный центр в городе Геленджике, где у нас дети достигают своих результатов мастера спорта и КМС в художественной гимнастике, в спортивном ориентировании. То есть мы тоже за эти короткое время показываем свою работу и свои результаты». Еще одна инициатива Севастопольского филиала ЦСКА в год-столетия клуба – сбор гуманитарной помощи для мирных жителей Херсунской области. Пункты сбора школьных принадлежностей, книг и других вещей, необходимых детям, работают на стадионе «Металлист» и в основном здании на площади Нахимова. Полина Галушка, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу, 4 ноября, в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 23-25 градусов тепла. А за минувшие сутки в Севастополе на свет появились 14 детей, 8 мальчиков и 6 девочек. А на сегодня это все. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный – плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и всего вам самого доброго!